Всем привет! Сегодня мы находимся в Ставропольском крае. Поселок называется Передовой. Поселок очень большой. Нас просто тут попросили снять домик и мы вот заехали. Хотим показать вам экономный вариант для тех, кто хочет переехать на юг за небольшие деньги. Для меня лично вариант, считаю, шикарный. В домике два года никто просто не живет. Наследство досталось и нужно продать людям. Поселок сам очень большой. Около трех тысяч жителей. В 20 километрах находится райцентр. Город изобильный. Ходят маршрутки. Ходят здесь даже электрички. Здесь есть жидостанция, поселка. Поездами можно уехать даже в Москву, в другие города. До краевого центра город Ставрополь где-то около 75 километров. Ну, смотря от какой точки до точки, соответственно. Можно уехать отсюда как в Краснодар, так в Армавир. Рядом город изобильный райцентр и Новоалександровск. Тоже небольшой городок. Маршрутка ходит три раза в день и несколько раз в день ходит электричка. Ну, в основном народ весь ездит на маршрутке, потому что на маршрутке удобнее и дешевле, соответственно. Из инфраструктуры здесь несколько продуктовых магазинов различных. Хозяйственные магазины. Пункты выдачи Озон, Валберис. Хорошая врачебная амбулатория. Недавно ее отремонтировали. Здание совершенно новое. Там берут анализы какие-то. Несколько врачей там есть. Каких врачей нету, люди едут в райцентр. 20 минут езды и вы там. То есть утром уехали, днем приехали. Школа тоже новая, отремонтированная. Очень большая школа. Хороший детский сад также. Клуб огромнейший просто. Сейчас вот мы приедем про поселку и покажем вам просто сам центр. В клубе секции, кружки для детей проводятся различные концерты. Приезжают цирки, театры всякие. Возле клуба стоят там тренажеры и детская площадка. Там и парк отдыха, аллея славы. В общем, поселок живой. На работу здесь многие ездят, рядом находятся парники. Ленинские парники называют о них. Там зарплаты говорят неплохие. То есть работа круглогодичная и люди едут и зимой и летом туда. Это кто хочет работать. Также тут большие пруды. Библиотека есть. По центру всего поселка идут пруды. Прямо очень красиво. А поселок раскидан прямо возле этих прудов вокруг. Поселок огромный. Также тут еще есть различные акционерные общества. Такие как хлебопродукт, агросахар. Крупа юга. Поэтому с работой как бы никто не останется. Кто не ленивый. Поэтому лично мне здесь понравилось. Здесь сразу у дома проходит асфальтовая дорога асфальтированная. Вот сам домик. Домик саманный, обложенный кирпичом. По периметру сделан забор. Из сетки где-то метров тридцать. Есть газ. Газ заведен, подключен. Газ воздушка, как вы заметили. Вот тут стоит счетчик. Тоже все подключено. Есть свет. Вот новый кабель идет к новому столбу. Также стоит счетчик газовый. Тоже все подключено. Вот столб бетонный. Как вы видите дом обложен кирпичом. Дом саманный. Крыша правда у дома черепица. Также вот здесь у дома вот такая старая залитая тропиночка цементированная. Вся небольшая относочка сделана у дома. Как вы видите стены ровные. Все у дома. Вот. Огород очень большой. Около 30 соток есть. Погреб. Погреб правда шикарнейший. Хороший. Воды здесь в погребе не бывает. Потому что грунтовые воды очень далеко. Люди скважины делают по 40 метров и 60. Чтобы добраться до грунтовых вод. Тут есть летняя кухонка. Правда летняя кухонка очень старенькая. Требует капитального ремонта. Также и дом требует тоже ремонта. Весь. Где-то надо подштукатурить. Где-то надо что-то сделать. Перекрыть. Например крышу поменять. Это черепица на шифер. Или на еще какой-то материал. Вот. Заходим сразу в дом. Вот такая верандочка сделана. Полы деревянные. Полы. Вот что в этом доме хорошо. Здесь хорошие полы. Они все ровные и крепкие. Здесь вот есть концевик для газовой плиты. Уже можно поставить здесь газовую плиту. Будет здесь. Как вы видите вода заведена в дом. Но нету. Есть канализация. Здесь можно установить раковину. Стиральную машину. Водонагреватель. И душевую кабинку. Все. Здесь уже это сделано. Только остается все это подключить. Сделать. Все это запитать. Проходим дальше. Комнатка. Как первая. Это большая комната такая. Домик сам маленький. Вот. Как видите. Печка. Газ. Форсунка. Все подключено. Еще раз повторяю. Все в рабочем состоянии. Газовая система и электричество. Стены все отштукатурены. И потолки тоже. Остается только либо покрасить. Либо повелить. Стоят пластиковые окна. Окошки правда маленькие все. Как вы видите. Вот. В доме стоят розетки. Розетки все заменены уже. Стоят новые. Вот. Такой домик. Ну. Домик правда с балками. С такими. Полы деревянные. Ну. Куда я ходил. Вроде нигде не шатаются. Они вроде не такие кривые. Вот. Кого заинтересовало. Номера телефонов будут под видео. В описании. Также на картинке вы увидите. Давайте пройдем. Посмотрим. Еще летнюю кухонку. Ну. Летняя кухонка. Сразу говорю. Она в плачевном состоянии. Вообще. Вот такая летняя кухонка. Ее надо, да. Штукатурить, делать. Где-то есть даже трещинки какие-то. Все это надо замазывать. Штукатурить, делать. Также здесь когда-то тек потолок протекал. Придется его штукатурить. В двух местах. Вот такая летняя кухонка. У кого есть, конечно, силы, руки. Можно за все это взяться. Потому что место очень хорошее. Вот здесь большой, очень грецкий орех. Очень много грецкого ореха. Очень много. Тут, вот я вижу, жордела растет. Вот здесь есть уличный туалет. Вот уличный туалет стоит здесь. Огород вот до тех камышей. А там за камышами уже пруды. Рядом с прудами. Огород, правда, весь заросший, не спаханный. Вот такой небольшой вариантик вам. Дом продается по цене земли. Также хорошее место для строительства нового дома. И реальному покупателю торг. Обязательно пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok